Ты никогда не задумывался, что археологи из будущего найдут после нас? Как насчет твоей футболки из Зары? Что? Ну ведь от нее едва ли что-то останется после десятой стирки, возразишь ты, и будешь неправ. Все умрут, а футболки, кюлоты и лоферы из масс-маркета останутся. Как окаменелости динозавров, которые мы сейчас находим, и с которыми у них на самом деле очень много общего. Привет, кстати, я Тёма Ковалев, а ты на канале Мы Медиа. Огромные динозавры, которые давным-давно ходили по нашей планете, жили, умирали и разлагались. А органический материал из их тел становился нефтью, которую мы сейчас добываем. Ладно, на самом деле в создании нефти в большей степени поучаствовали морские организмы, вроде планктона. Но пример с динозаврами просто звучит круче. В общем, нефть, наше черное золото, используется не только в качестве основного вида топлива, но и для производства многих современных материалов. Полиэфирные, нейлоновые, акриловые и другие синтетические волокна – это формы пластика, составляющие более половины всего материала, из которого сшита одежда. Они считаются дешевыми и универсальными. Они обеспечивают необходимый комфорт и воздухопроницаемость при занятиях спортом. Они сохраняют тепло и прочность в зимней одежде. Однако эти волокна способствуют незаметному, но всеобщему загрязнению океана. Всего одна стирка может вывести сотни тысяч волокон из нашей одежды в водопроводную систему. Частицы длиной менее 5 миллиметров в конечном итоге попадают в океан. И надо понимать, что большая часть пластикового загрязнения представляет собой не целые изделия, там, стаканчики или трубочки, а их мельчайшие частички. Согласно отчету Международного союза охраны природы, около 35% микропластика, попадающего в океаны, происходит от синтетической одежды. Эта проблема имеет глобальный масштаб, особенно в развивающихся странах, где отсутствуют эффективные системы очистки. Волокна синтетических тканей требуют сотен лет для полного разложения, что означает, что пластик, выброшенный в океан сегодня, останется там на несколько поколений вперед. И его, дай бог, найдут мои внуки. Мало того, что микропластик сам по себе токсичен для дикой природы, он выступает также в роли абсорбента, впитывающего токсины из окружающей среды. Он попадает в организмы бедных морских животных, накапливается в пищевой цепи и создает серьезные проблемы. Недавнее исследование показало, что у 73% рыб, пойманных в северо-западной части Атлантического океана, были обнаружены частицы микропластика в их желудках. А, соответственно, потом и в наших. Он обнаруживается практически везде, даже в продуктах, которые мы употребляем в пищу. Пугающая статистика указывает на то, что человек за год поглощает около 5800 частиц синтетического мусора. А вот еще немного цифр. Согласно Форбс, ежегодно производится 150 миллиардов вещей, что на 400% больше, чем в 2000 году. За последние 15 лет срок использования одежды сократился в 5 раз. 97% всей одежды, продающейся в развитых государствах, произведено в странах третьего мира. На фабриках задействовано более 40 миллионов человек, а средний месячный доход каждого работника составляет, представьте себе, 100 долларов. Для производства синтетических материалов каждый год используется 70 миллионов баррелей нефти. Главному продукты, полиэстеру, для разложения требуется порядка 200 лет. 20% купленной одежды не достается из шкафов. То есть каждая пятая вещь выбрасывается без единой носки. Всего одна вещь из 10 сдается на переработку или перепродается, а остальные заполняют свалки. 85% загрязнений океана пластиком на самом деле приходится на микрочастицы от синтетических тканей. К 2030 году бренды быстрой моды удвоят слив химикатов в сточные воды, выброс парниковых газов и использование природных ресурсов. Ежегодно производство вискозы и подобных искусственных материалов требуют вырубки 70 миллионов деревьев. То есть синтетическая одежда буквально медленно убивает нашу планету. И в первую очередь виноваты бренды фаст фэшн, ну или быстрой моды. Что же это такое? В прошлом индустрия моды работала в рамках 4 сезонов в год, где бренды представляли две коллекции – осень-зима и весна-лето. Модельеры старались опережать время, планировали каждый сезон и предсказывали будущие модные тенденции. Однако такой подход отдалял их от потребителей. Мода была доступна лишь элите общества и подчинялась строгим правилам. В 1960-х годах Scott Paper Company запустила успешную маркетинговую компанию, рекламируя бумажную одежду, ну то есть состоящую на 93% из бумаги и на 7% из вискозы. Это пробудило интерес потребителей к быстрой моде. В результате индустрия начала развиваться быстрыми темпами, а затраты на производство снизились. В настоящее время бренды быстрой моды выпускают, представьте себе, около 51 микросезона в год. Или, другими словами, они представляют новую коллекцию каждую неделю. Все началось с того момента, когда Zara перешла на поставки новых товаров каждые две недели. С тех пор эта практика стала укоренившейся. Магазины всегда имеют огромный запас товаров, и бренды больше не беспокоятся о том, что полки опустеют. Бренды быстрой моды производят уличную одежду и воспроизводят тенденции недель моды в реальном времени, создавая новые желанные предметы каждую неделю, а иногда даже каждый день. В результате рынок насыщен огромным разнообразием, доступной для покупателей одежды. Фаст-фэшн-гиганты, такие как Forever 21, H&M, Topshop и Zara, уже известны тем, что они не платят справедливую цену за производство одежды. Вместо них это делают другие. Несколько фактов стоит упомянуть. Владелец бренда Zara, Amancio Artega, занимает третью строчку в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 58 миллиардов долларов, а капитал владельцев Forever 21 оценивается в 4 миллиарда долларов. Тем временем работники фабрик в Бангладеш, где производится одежда для этих розничных компаний, зарабатывают всего 73 доллара в месяц. Это на 38 долларов больше, чем они получали, когда в апреле 2013 года 1100 работников погибли при обрушении здания Rana Plaza, где находились магазины и фабрики по пошиву одежды. И это был не единичный случай. В период с 2006 по 2012 год более 500 бангладешских работников швейной промышленности погибли во время пожаров на фабриках. И ни одна из этих новостей широко не освещалась, чтобы не уменьшать аппетиты потребителей к дешевой одежде. В том же году в США было потрачено 340 миллиардов долларов на модную одежду, и большая ее часть была произведена в Бангладеш. Часть из них рабочими Rana Plaza, в дни предшествовавшей катастрофе. Ужасные условия труда также присутствуют на фабриках в Китае, Камбодже, Малайзии, Толанде, Вьетнаме. Именно здесь производится одежда для фаст-фэшн брендов. В основном на этих фабриках зарисованы женщины и дети, которые вынуждены работать с токсичными химическими веществами. Вот какова цена топа стоимостью всего 20 долларов. И еще. На севере Чили располагается самая сухая пустыня на земле. Атакама, которая простирается от Тихого океана до Ант. Там находится свалка одежды, которую видно даже на Google Maps. Ежегодно в Чили поставляется 60 тысяч тонн подержанной одежды. Ну, в основном и США, и Европы, и Азии. Часть из них может быть перепродана, часть переработана в текстиль-флиз. Но не менее 39 тысяч тонн остаются в пустыне. Поэтому в следующий раз, когда тебе захочется заглушить потребительский голод, прикупив парочку синтетических вещичек, помни, что в конечном итоге их волокна окажутся в твоем стакане с водой. Ну, а на связи был Тёма Ковалёв. Если ты досмотрел этот ролик до конца, ты напиши в комментариях число 414. Посмотрим, сколько нас. Пока.